Девушки отдыхают 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 Это, я не знаю, столько всего, столько мимики, столько, не знаю, в общем, в театре «Король и люди» — это ничто. На твой взгляд, в чем секрет успеха группы «Король и шут»? Не знаю, наверное, то, что мы начали делать такие тексты, которые в рокерских кругах, да, которые никто… То есть до нас, как бы, это было всегда, рокеры это понимали как поэзия, то есть связано было с поэзией больше. То есть текст поэзии. Я очень люблю Шварца на самом деле, я очень люблю Гоголь, я очень люблю… То есть мне хотелось как-то об этом петь на самом деле. Не читать книжку, а взять об этом спеть на самом деле. Спеть Шварца, спеть Гоголь. Что-то сказочно-мистическое, да? Спеть Лавкрафта, Эдгар Апот, ты понимаешь, да, чтобы это можно было спеть, в общем-то, чтобы это было понятно, еще и ясно. То есть многие могут не понимать вещи, потому что конченые люди такие конченые, которые любят только поэзию, они любят только символизм чувствовать. Им нужны определенные символы, понимаешь, да? Это что-то… Как раз такие люди-то как раз и шли за таким, как Гитлер, таким, как… Им нужна какая-то определенная формула, формула слова, которое… Магическое слово, оно в поэзии, оно существует, которое дурманит голову конкретно. Вот неважно, что оно означает, оно ничего не означает, это просто слово. Но на определенных людей это может оказать большое влияние. Я не говорю, что поэзия – это говно. Я очень хорошо отношусь к таким поэтам, как… Мне нравится Маяковский, мне нравится Лермонтов, мне нравится и Пушкин, и елки-палки. Не люблю я поэтов Серебряного века. Не люблю. Символистов, атмеистов и прочих? Просто не люблю. Я чувствую там лицемерие, поганые лицемерие. Во всем остальном, если я слушаю, допустим, музыку 60-х годов, и там вот поэты, хиппи, да, вот именно бип, неважно, роллинги хиппи, там ведь текст вообще ничего, ни о чем не значит на самом деле. Там все-таки музыка, главнее, в общем дело. А назад по десяток, за исключением, конечно, Боб Дилан. Боб Дилан, да, там, ну хотя и тот же самый Боб Дилан, он тоже поэт, ничего не сделаешь. Боб Дилан Наша тема, вот изначально, Король и Шут, мы стали делать то, что не было у нас. То есть то, что не хватало нам непосредственно в самом начале. И мы эту нишу заполняем. Стало быть, при данной востребованности получается так, что это то, что не хватает и многим другим, кто нас слушает. Теперь хватает. То есть не было никакого толчка от какого-то доброго дяди-продюсера, который вдруг подобрал начинающий коллектив, правильно поставил его, правильно отпиарил и двинул. Нет, нет, нет. То есть вы, продолжая работать день за днем, наворачивали вот этот маховик успеха постепенно. Да. Но я все время думал, что вдруг придут какие-то дяденьки, которые скажут, все, Андрей, собирайся, для тебя наступит новая жизнь. Потому что мы знаем, что твое умение пойдет на пользу людям. Я думал, что так будет. А получилось гораздо все круче. Мы встретились с Горшком, как говорится, как два сапога пара. Ну и все стали делать самостоятельно вместе. И к тому моменту, когда эти, в общем-то, так называемые продюсеры или те, кто хотели ими быть, стали к нам приходить, мы уже, в общем-то, давали им отворот-поворот. Потому что мы уже состоялись самостоятельно. Там-там дал нам первые толчки развития. Мы там выступали, публика набиралась, получали за это по ящику пью за каждый концерт. Дальше пошли другие ряд клубов питерских. Потом первый наш приезд в Москву был обусловлен огромным беспределом. Второй концерт в Москву люди уже были в нарисованных наших футболках, уже имели пиратские записи. Вот пиратка, что она сделала, да? Вот вышел первый альбом, и он еще, ну, дистрибьюлся, вышел в Питере. Дистрибьюлся никакой нету. Кто знает, ну, кто из регионов будет этот альбом покупать? Кто, кроме пиратов? Вот они знают. Ты еще не успел понять, что к чему, а уже ты в Сибири продаешься. Благодаря своим рок-притчам, Короли Шут вознеслись на фидестал лидеров нового поколения. Возникновение армии фанатов команды – явление абсолютно стихийное. Как и полагается истинным фанам, поклонники рок-группы во всем стремятся походить на своих кумиров. Они подражают имиджу артистов, коллекционируют атрибутику, знают наизусть все песни и горланят их как во время, так до и после концертов, своеобразно священодействуя на выступлениях коллектива. В бытность свою группой контора вы, как правило, в текстах песен сжали на социалку. Что послужило поводом, толчком для того, чтобы изменить содержательную концепцию? То есть это моя была фишка, такие тексты писать, потому что... Вот мистика интересная была. Деревня, лес, кладбище, вот эти все мертвецы. Вот это у меня интересно было. Я любил девчонок пугать таким образом, в ворешни куда-нибудь их завести, потом череп какой-то подложить, заорать и все так врасыпную. Потом стал делать маски из пластилина, потом по деревне монстрам ходить. Так все, в общем-то, и зарождалось. Субтитры делал DimaTorzok Каким образом происходит процесс сочинения текста, музыки и сочленения обеих этих частей? По-разному было, да. Первые тексты, когда, скажем, я где-то вот эта практика написания сперва текста, а потом накладка на нее музыку, эта практика прекратилась где-то после армии у меня. Потому что еще вот до армии я иногда писал целыми, так сказать, полотнами. И в армии писал, естественно, высылал в Питер, в нихер. А после прекратилось. Мы уже пошли немножко соображать в музыке стали. То есть, грубо говоря, рок-музыка, она не может писаться на текст. Она становится больше такой, гитарной. А чтобы усовершенствоваться, так сказать, в драйве, там, разные, там, эти, синкопировать, там, какие-то... Ну, в композиционном, да, плане? Да, да. Тут уже так не получится. Потому что, скажем, неправильные четверостиши появляются в... Ну, так, как хочется опять, там, ванцун, ванна, ванна, ванну, округлить, там. Ну, короче, вот все эти фишки, они на рыбе у нас воспроизводятся. А потом уже под них подставляются тексты, конечно же, это все должно рифмоваться. Одно с другим, там, и так далее. То есть, текстовая рыба, получается, сначала исходник, это англоязычный, да? Ну, рыба, он якобы англоязычный, да, потому что все-таки... Ну, птичий язык такой, да? Да, да, да. Но он, как бы, почему с элементами английского? Потому что, в общем-то, рок-музыка, она на английском. То есть, это, как бы, ее язык. Вот сейчас постепенно идем к такой задаче, чтобы максимально не допускать такие слова, которые, скажем, неприемлемы для каких-то жестких рок-композиций. Ну, просто, например, какое-нибудь мягкое русское слово, которое в поэзии бы прозвучало прекрасно, а здесь оно бы просто не прозвучит. То есть, тут уже начинается целая разборка, как, чего лучше. Но зато есть у нас, конечно, и такие шедевральные хиты, над которыми мы все время посмеемся. Например, у Михи, у него, как бы, не самое, так сказать, офигительное произношение, особенно на скороговорке. И у нас в песне «Охотник» есть такая фраза «Затем с петель слетела в доме дверь». То есть, когда ты еще немножко подвыпил, это вообще сложно произносится. Просто у учебных скороговорок можно... Да, 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 да. А по сути, песня идет на быстром ритме, поэтому я по себе ловлю, потому что я там высокий пропеваю, а он низкий. И получается, значит, это пропевается, пробегается. То есть, нет четкости произношения каждой фразы. Вот таких моментов больше не допускается. Это юность, короче. Все это тема произошла, я могу сказать, что произошла, когда я услышал первый раз, услышали все вместе бременские музыканты. И вот этого нам захотелось сделать. Вот как бременские музыканты. Развить это в конкретной степени. Ну, мы начали, конечно же, это и сейчас занимаемся изучением древнеязыческих культов. Как бы оттуда сказки. Что такое сказка на самом деле? Сказка, допустим, про морозка. Кто такое морозка? Ведь никто не знает, откуда Новый год. Что Дедушка Мороз вообще-то это злой. Был такой морозка, злой бог. И что Снегурочка, это девушка, почему она синяя, которую он заморозил. Она мертвец, эта девушка, с ним ходит. Она просто не может без дедушки ходить. Она всегда за ним. Она даже не идет, а плывет за ним. Идет мороз, а она за ним плывет. А морозка идет и всех морозит. А люди радуются. Русские. А меня интересует механизм именно сочинения подобных песен. Как происходит? Ты вот сказал... Ну тебя как волшебству определенному. Я неверующий, понимаешь, да? И в принципе, можно сказать, в чем-то в этом обездоленный. Потому что я хочу жить в сказке, я хочу жить в фэнтези. Я люблю фантастику, люблю научную фантастику. Я люблю, не думаю, что я такой тупой. Я люблю очень хайлайны, понимаешь, да? Но мой мир, я знаю, что это, что реальный мир этот. И я не смогу себя обмануть никак. Поэтому мы придумываем такие истории, чтобы жить. А я знаю, что с ума сойти не смогу. Вот это точно. Твое творчество – это больше работа или больше такое кайфовое времяпровождение? Кайфовое времяпровождение. И у рок-н-ролла – это не работа. Ты придерживаешься этого тезиса, да? Конечно, безусловно. Безусловно. В царочках, в банке, стоит старинный дом. Забыты окна, и врат царит, и свеча в нем. Снык спатья, и таза, чудовища на земле. Но тут же раздастся Жасный голос в угле Голос в угле Ну все, как семьи сорвались Позабыли о том, что мы команда Детки от доли забрались Прямо так, как он веселый Наша банка Вы считаетесь, как-никак, панк-группой Я лично никаких характерных черт панк-музыки Ни в вашем творчестве, ни в вашем имидже, даже, скажем так И образе жизни не наблюдаю Можно петь, скажем, про то, как мы любим веселиться Или, скажем, про то, какие мы, экстремальные ребята, катаемся на сноуборде И, в общем-то, если панковский забойный рефак Почему это не назвать панком? Это панк, только классический панк Это секс-призис, это эксплойты, это клэш И, соответственно, все остальное это уже идет в постпанк Вот к панку реально мы непосредственно имеем отношение Потому что драйв, энергетика, ритм, стиль Все в этом подмечено Скорее не в идеологическом отношении, а именно в музыкальной структуре В идеологическом у нас с этим отношением все в порядке Мы большие противники попсы И вот это наш социальный протест Вот в этом ваша панкуха и выражается Да, изначально выражалось Было противно смотреть на то, что вот это все происходит Сейчас просто засилие попсы Мы это вообще открыто уважаем Просто мы не хотим, чтобы это вверглось в наше творчество Если я сейчас начну петь про то, что всем понятно, что попса говно То есть, кому... Ну, это можно, да, сделать Может быть, даже когда-нибудь я такое сделаю Надо поискать там умные словца Ну, вот стиль у нас вот такой То есть, хочется вещать о интересных моментах Ну, попса-то неинтересные В России, опять же, панк считается больше Опять же, в текстовом смысле Нежели музыка А панк это являлось вообще-то как бы Течение стиля как музыка И тексты не должны казаться стилем музыкальных В общем дело По стилю музыкальным мы играем Мы играем все, что касается В принципе Этот стиль можно просто обозвать целостно Мы играем весь панк, который есть От ска до металл То есть, от панк-металл То есть, в принципе, называемый у нас панк-метал То есть, все, и классический панк играем И ска-панк, и метал-панк Все, что харккор играем Это по музыкальной структуре По музыкальной структуре А тексты, извини меня Тексты, это наша личная тема Это наша личная тема Это истории Истории, сказки Басни, как мы называем это И в этих текстах нет места Ни социальным каким-то Через нашу призму есть Почему же мертвый анархизм? Через определенную призму есть Анархия, мать порядка Анархия, это В своем Значении Это, конечно же, хаос и беспредел А если анархию копать По идеологической сфере То каждый человек непосредственно отвечает за себя Это то, что сейчас В капиталистическом Американском обществе То есть, если ты человеку не причинишь вреда Не причинит и он тебе Только единственное Там, поскольку все на социальном построено Поэтому там уже, естественно, не может быть анархии Потому что анархия Это, как бы, человек авторитетен От того, что он авторитетен Если он там богат или что-то еще Он не авторитетен, он просто богат Авторитетен от того, что он авторитетен От того, что он таким может быть Таким умеет быть Следующая песня посвящается Русским анархистам 19 века И начало 20-го Кто знает, кто не знает Я знаю, что половина из вас никто не знает Для вас анархия это разрушение Неправильно Надо читать Карапоткина, Бакунина Надо книжки читать Я вот за собой Я-то как бы очень углубленно изучаю анархию И читая Карапоткина, и Бакунина И вообще, ну... Батька Махно твой идеал Он военный анархист, это разные вещи Идеал у меня Карапоткин Потому что он доводы приводил Настоящие По которым на самом деле анархисты могут жить Ну так повелось, что анархия это беспредел Хотя это неправильно Это дебилы так могут думать Для таких людей как раз и нужна религия, по-моему Которая не понимает, что они творят на самом деле Поэтому анархия это сверхлюди Это сверхчеловечество, о котором писал Митши Только Гитлер неправильно это понял В общем дело Это когда люди на самом деле защищают Дорожат своей свободой И также защищают свободу другого Давай об этим свободу Не мешай об этим свободу Высшее, что может быть Это есть высшее До чего человек И никакой революции Человек дойдет до этого сам, 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 сам Постепенно, через многие миллионы лет Вот миллион лет мы были ведь не такие Ты был немножко пониже И я был немножко пониже И сидели мы, извинись, это было так вот Не на таких штучках, сидели на камешках И смотрели, в глазах у нас не было света Понимаешь, да? А в руках были орудия убийства И мы думали, как будет друг друга убить на самом деле И думали, какая-то выгода будет от этого, убьешь Уже думали, понимаешь, да? А сейчас мы о чем-то разговариваем, понимаешь, да? А теперь подумают, что все может быть через миллион лет А революция идет, и идет, и идет Семья накладывает на тебя ответственность С точки зрения, как добытчика финансов правильно Но, насколько я знаю, король и шут принципиально Против выступления на таких денежных концертах, как корпоративы Да Это наша принципиальная позиция, да? Потому что таким образом Ни один человек, наверное, в России Не может похвастаться тем, что он нас купил Удержим марку Последнее добро Ну, то есть здесь Семья-то ни при чем Семья-то как раз за ними только и говорит Ну, что же вы это самое-то-самое Господи, я там Да такое, типа, как они говорят Ты же, тебя так все знают А ты всего лишь там зарабатываешь Там 10 тысяч долларов в месяц Я говорю Посмотри, какой просто человек Сколько зарабатывает А ты говоришь А если бы ты играл в корпоративки Ты бы, знаешь, все Короче, нет, это же от жены как раз Я от всех, от подобных От родителей, да? От которых близкие Которые, ну, говорят, они-то естественно говорят Что это полный бред и полная глупость Это фанатизм, понимаешь? Почему наши рок-артисты, обладая уже солидным опытом исторического, скажем так, пафосного развития, до сих пор не вышли на западный уровень? А потому что через наших идти никто не хочет, потому что для себя проститутку будут делать Кто не хочет быть проституткой, тот к ним не идет Кто хочет идти проституткой, он и становится А других путей просто нету Любой, скажем, западный лейбл Это нормальное деловое сотрудничество То есть без ущемлений твоих личных амбиций и твоего права Конечно, можно и за границу ломануться, но есть один большой момент Мы не будем менять язык исполнения А там с русским языком делать нечего, по большому-то счету Это надо просто офигенно круто там, я не знаю, как прославиться Надо, чтобы всемирная мода на русский язык пошла Вот тогда еще можно что-то делать Искренне прошу, сменись надо мной Если это вам поможет Да, я скитушу, но в душе король И никто так и я не может Панк как культура, как к художнику относящийся Панк это значит переходить все границы и не по правилам Творить не по правилам Вот это панк Оно так и есть на самом деле Если ты снимаешь кино, допустим Тарантино, это как раз и есть тот режиссер Который напоминает тех ребят в 70-х годах, которые с гитарами делали панк Вот он с кинокамерой делает панк Вот можно сказать так То есть он переходит некоторые границы, которые говорят, не по правилам Для художника, для творца панк это свернуть все ярлыки, которые есть И экспериментировать, как можно больше экспериментировать То есть уйти от правил, которые навязывают нам классическая музыкальная школа Когда начинали гастрольную деятельность, вот именно с театра демона Обязательно температура, чтобы была 18-20 градусов Не больше, не меньше Холод Всем этим дорогим инструментам Я имею в виду велончели, скрипки, акустические гитары Они все поползут чертовой матери Одна была допущена такая плошность Мы выступали, где не было проветривания Ну раз, конечно Все, конечно, поехало Один раз простительно Но если бы это было 10 раз То мы лишились бы достаточно дорогих инструментов Поэтому даже мы учитывали температуру в зале, в котором мы играли Одно дело электричества, которое мы четко знаем, как должна звучать гитара Когда-то, ну, классический панк, господи, куда не ходи Это уже сделало во всем мире, начиная с Рамонос, понимаешь, да? Американских панков То здесь-то ничего нового нету А то, что делали мы в арт-панке Такого вообще Названия нет, это мы сами придумали Такую приставочку Есть арт-рок А арт-панка о таком еще не говорили То есть здесь мы, конечно, очень переживали Как это получится Как передать, допустим, вот это джиги-джиги Панковское, да? С помощью акустической гитары И на помощь пришла виолончель С акустикой они звучали как Вот представьте, виолончель внизы И акустика, которая бренчит, да? Вместе этот звук получился Немного напоминающий звук Когда мы включаем фуз-примочку И зажимаем здесь, допустим, гитару, да? Это получилось как раз при слиянии акустической гитары И большой, я сказал бы, скрипке виолончели, понимаешь, да? Получилось вот это звучание Которое мы хотели Это сложное звучание Но Получилось нормально Разницы, когда говорят человек Вот он подросток Вот он начинает матереть там, да? Вот он уже старый, короче А или там из кризиса среднего возраста Я хочу сказать, что у меня никогда не будет кризиса среднего возраста Я был И подохну Тем, кем был В 20 лет И никогда не изменюсь Это точно стопудово Как говорил Милхаузен Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь На хрен эти уроды с серьезными лицами на самом деле И вот это Я боюсь серьезных людей Не просто боюсь, имеется в виду Не в том плане, что я их боюсь Это опасные люди, а это опасные люди на самом деле В принципе Слишком серьезный человек Это опасен для общества А вообще К слову, что общество должно меняться И если оно не поменяет Будет меняться в правильную сторону А в правильную сторону Это значит Прийти к анархо-коммунистическому обществу Без революции, естественно Без революции То Общество человеческое сохранится Если же этого не произойдет Большое обилие наций Большое обилие религий Приведет к уничтожению вообще Человеческой цивилизации Мы перестреляем друг друга Это стопудово Ну что ж, я Моцарта очень люблю Это классный мелодист Прокофьев Сейчас все музыкальное направление Сила направлена В сторону рокеров Только они занимаются музыкой Я не считаю, что Расторбкович Занимается сейчас музыкой Или чем-либо Он делает то, что уже сделали давно То, что он делает Это Я сравнил бы То, что делал Сальери, допустим Что-то математический способ Набросать Все, музыка Нормально, все готово А что он сделал Он сам понял, что он сделал Может даже нет Просто типа Показал сложность Арбитратуры И схему того, что он налепил А кому это надо На самом деле, с другой стороны Нет, только рокеры Экспериментируют И что-то либо делают Чтобы Они не покупают инструменты Они покупают аппаратуру Они Создают всякие программы Хотя я могу соврать И диджеи некоторые есть Которые Занимаются Но это рокеры Наверное, рокеры-диджеи Остальные У тех, у которых есть Четкое звание Попса И шансон Они полностью Отсутствуют В культуре Как я сказал Хотя они почему-то Являются культурой Если посмотреть Вот так на Россию Стас Михайлов Стас Михайлов Чуть ли неделю Собирает Туда на него Ходит Всякие Вот такие Тетки Таких размеров Не знаю Причем самое Что Постыдное Мужики Моего возраста Вот это просто Не знаю Я знаешь Чем это обусловливаю У них может быть Жизнь что ли Тяжелая Или они никогда Занимаются Те, что крутятся Вертятся Им надо Как музыку Как-то попроще Что ли То, что делает Стас Михайлов Это позор Конечно для России То, что творится У нас В культуре Я знаю Ютуб Из-за ними Гордость Ирландии Вот это да Есть чем гордиться А чем Россия Гордиться может Вот я не знаю Вот до нами Человек Растет И его становится Все больше и больше На земле Его место Может быть меньше Ресурсы могут закончиться Какого-то времени Что будут люди делать потом В космос В космос Все Быстро В космос Собрались Рюкзаки Собрали Полетели В космос На Март Собирается Летит 50 тысяч человек Да Такая тема Готовится Что-то в Америке Я слышал Если бы я не был Рок-музыкантом Как бы У меня не было Здесь вот Дел Я бы Один из первых Был Тот бы отправился В это путешествие На самом деле С войной Новых Миров И новых Земель Нет То есть Война она будет Это будет Последняя война Которая Когда будет Либна на земле Больше Могут только Стычки Такие как Грузия Россия Вот то что было Или Япония Немножко там Постреляли Или там Америка С какой-то Еще маленькой Страной Масштабной войны Не должно быть Потому что Если она будет То Я же говорю Человечество Будет уничтожено Уничтожено Миняя Минь Комир Азар Мик Любитель книг Ловкач и Субтитры создавал DimaTorzok Обреченных ждет поражение Посыпай душу яд Всегда он рад Всего за час Прочтет он вас Он волен взять И поменять Страху и снег Смысл тела всей Танец злобного гения На страницах произведения Эта игра без сомнения А приченых ждет поражение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ 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 Вижу маленький глазок, который смотрит на меня. И похожий на зрачок, но я так понимаю, что это в камере определенный механизм, который срабатывает, когда на него смотрят подобные типы, как я. Ну что ж, я могу сказать одно. Те, кто придут на всемирный праздник рок-н-ролла, а это есть нашествие, будут счастливы. Это, как всегда, угар. Меньшего желать я и не желаю. И большего, можно и большего пожелать. Но главное здоровья, ребята, здоровья. Сохраните свое здоровье для будущих нашествий и для будущих праздников, всероссийских праздников рок-н-ролла. Михаил Горшенев. Группа Король и Шут. Спасибо. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok